В Сланцевском районе состоялось традиционное празднование Международного Дня Учителя. Мероприятие было организовано в стенах школы номер 3. Со сцены звучало много тёплых поздравительных слов в адрес педагогов, которые, несмотря ни на что, каждый день учат детей самостоятельно мыслить, принимать правильные решения и нести ответственность за свой выбор. Поздравить с профессиональным праздником Днём Учителя пришли глава Сланцевского муниципального района Марина Чистова, заместитель главы администрации Раиса Эдгареев и глава города Сланца Руслан Шот. Позвольте вас поздравить с этим действительно замечательным профессиональным праздником, поистине добрым и прекрасным. Это Днём Учителя, это ваш праздник. Вы знаете, в каждой семье наверняка есть дети, внуки. У всех, так или иначе, огромный бывает профессиональный опыт и жизненные навыки. Но не каждый может совершенно передать свои знания, свой опыт детям, ученикам. Желаю доброго здоровья, успехов в наших совместных делах. Мы вместе всё можем. Вы являетесь вместе с руководителями педагогической сообщества, являетесь участником преобразования и приведения нормальных состояний наших образовательных организаций. Только при вашем участии, все образовательные организации преображаются только в лучшую сторону. Для кого-то вы вторые мамы. Есть категория учеников, для кого вы являетесь намного больше, чем учителя и вторые мамы. И хочу сказать, что я тоже часто вспоминаю свою первую учительницу, это Феногенова Анина Васильевна. Очень всегда нас на канале, и она нас приучала к знаниям, к получению знаний, что это такое. Поэтому приучили и лично меня, хотя я это понял немного позже, что надо учиться и учиться, и учиться. Поэтому я до сих пор учусь, и ещё около трёх лет учиться. С праздником своих коллег поздравила председатель комитета образования Сланцевского района Наталья Цухлова. В своей речи Наталья Николаевна отметила значимость профессии учителя. Поэтому я хочу нам пожелать, я понимаю, что сверстниками наших детей мы, увы, стать не можем. Но мы можем точно стать их современниками. Одинаково смотреть, чувствовать проблемы и помогать им. Вот этого я вам и желаю. В добрый путь, здоровья, терпения, терпимости, взлётов новых творческих. И пусть у Сланцевского образования будут только красивые горизонты. Также председатель образования нашего района рассказала о том, что 5 октября в городе Санкт-Петербург в Государственном академическом Иринском театре состоялся областной праздник, посвященный Международному дню учителя. В котором принял участие школьный хор Сланцевской школы номер один «Русские витязи». Они открывали праздник, они закрывали праздник. Я не знаю, понимают ли они до конца, какой подарок они получили. И что это может быть будет то, что пройдёт через всю их жизнь. Что они стояли на сцене, на моленной сцене, где выступают мировые звёзды оперного искусства, балета. А они, мальчишки 15-16 лет, уже стояли на этой сцене и им была дана возможность выступать. И это случилось благодаря тому, что рядом с ними оказался замечательный учитель, энтузиаст Наталья Александровна Цыганкова. Вот я хочу, чтобы у каждого ребёнка были такие Наталья Александровна. От администрации Сланцевского района школьному хору «Русские витязи» на дальнейшее развитие вручили денежный сертификат. На мероприятие торжественно наградили почётными грамотами и благодарностями лучших учителей и воспитателей Сланцевского района. Нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской Федерации» вручили учителю русского языка и литературы Сланцевской школы номер 3 Елене Викторовне Фроловой. Эта награда – результат безусловных заслуг в обучении и воспитании подрастающего поколения. А ещё в этот день маленькие сланцевские талантливые артисты с удовольствием подарили учителям праздничный концерт, в котором они танцевали, пели и читали стихи.